Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Спустя пять лет учебы в педагогическом университете, получив квалификацию учитель-логопед, Лилия Гатаулова реализовала самое главное желание – воспитывать и помогать детям. Сначала решила начать свою деятельность с воспитателей. И вот только наработав опыта, научившись общаться с детьми, приступила сейчас к должности логопеда. Тем более в этом году у нас появилась такая возможность. Прямо на базе нашего детского сада появилась вакансия учителя-логопеда дополнительного. Детский сад для Лилии стал не только местом работы, но и вторым домом, в котором тоже есть и радости, и заботы, и проблемы. Существует множество профессий и специальностей. У каждой свои оттенки, свои отличительные черты. Но профессия воспитателя-логопеда особенная и очень ответственная. Я сталкиваюсь с различными трудностями. Самое трудное, на мой взгляд, это подойти к каждому ребенку со своим характером, со своими потребностями и найти к нему подход. В этом мне очень помогло изучение психологии в магистратуре. Я закончила магистратуру. И в дальнейшем научилась подходить, находить общий язык с каждым ребенком, с каждым родителем. Заинтересовать детей таким образом, чтобы им было интересно. Успехов в профессии достигает тот, кто стремится помочь другим. А счастливый воспитатель виден сразу. Он живет среди детей, понимает их потребности, налаживает контакты с их родителями, вдумчиво относится ко всему, что окружает его. Ну и самое любимое в моей работе, это все-таки, конечно, занятия в первую очередь. Я считаю себя игровым педагогом, потому что в занятии хочется уйти от монотонных упражнений. Я больше играю, в игровой форме провожу занятия, но при этом, играя, мы всегда достигаем поставленных целей. Хлопаем. Василек. Сколько слогов получилось? Три. Три. Дань, встань с нами. Хорошо. Тема, ты следующий цветочек. Любой какой. Василек уже сделали. Тюльпан. Тюльпан, давай. Сюльпан. Сколько слогов? Лилия выбрала профессию воспитатель детского сада, потому что ей нравится постоянный живой контакт с детьми. Она любит своих малышей. Находит не только индивидуальный подход к ребенку, но и ладит с родителями. Каждый день, встречаясь по утрам и прощаясь вечерами, не позволяет им ни на секунду сомневаться в безопасности и любви к их детям. Замечательный как человек, как педагог, действительно, как профессионал своего дела, с душой подходит к работе. И, действительно, каждому ребенку индивидуально, если какие-то у детей вопросы или пожелания, действительно, она во всем разбирается. То есть, она вникает, понимает и хочет как лучше, максимально детям комфортно пребывать в детском саду. Ну, знакомство состоялось у нас, где-то мы пришли, года четыре было, то есть, мы уже два года ходим в сад. Опять-таки, есть чем сравнить с другими садами, с частными в том числе. Вот здесь привыкание, прям буквально за неделю-две, наверное, ребенка абсолютно уже адаптировался и влился в коллектив. То есть, с другими детьми начал играть. Ну, заметно, и это не только, там, наверное, ребенок, это и воспитатель, в первую очередь, к этому имеет отношение. Особенность этой профессии не только в том, что воспитатель-логопед ежечасно и ежедневно несет знания детям, но и в том, что он обязан быть примером во всем и для всех. Педагогу необходимо уважать себя и пользоваться уважением окружающих. Без этого невозможно работать. А уважают Лилию Ренатовну прежде всего за знания, педагогический такт, верность профессии, любовь к детям. Люди слышат слово «логопед», им кажется, что мы только ставим звук «Р». Но на самом деле логопедия – это большой пласт работы. Помимо звукопроизношения, мы работаем над слоговой структурой, над развитием связанной речи, над глексикой, грамматикой. То есть у нас очень большой пласт работы, и это не только постановки звуков. Если ты слышишь звук «Р», то прыгай на кочку. Хорошо? Давай назад. Может быть, ракета? А если тигр? Если мы говорим, например, о том же самом звуке «Р», то он готов к пяти-шести годам. Рука. Ракетка. Если у ребенка к пяти-шести годам этого звука нету, то уже следует его укорректировать. Ранее мы этим не занимаемся. Но к окончанию дошкольного возраста в норме у ребенка должны уже быть все поставлены звуки. Поэтому, если есть проблемы, то лучше в дошкольном возрасте этим заниматься. Иначе последствия на чтении письма отражаются. Это дисграфия, дислексия и так далее. Множество вопросов Лили задает сама себе. Оправдает ли возложенные на нее надежды, обязательства? Сможет ли помочь детям подружиться с трудными звуками? Ведь одних нужно будет научить шипеть, других свистеть, а кого-то рычать. Как помочь ребенку, не навредив? За какую ниточку потянуть, чтобы распутать клубок невнятности речи? Какие методы и приемы применить к каждому ребенку? Будем синюю класть фигурку, говорить «Ра». Скажи «Ра». А красную фигурку будем класть, будем говорить «Ла». «Ла». «Ра». Я понимаю, что несмотря на то, что я прохожу постоянно обучение, разные курсы повышения квалификации, я понимаю, что на данный момент в логопедии я еще новый человек. Я не так много знаю, поэтому сталкиваясь с какими-то трудностями, я бегу к своей коллеге. Коллега мне обязательно помогает, привожу ребенка, помоги. И с помощью коллег я думаю, что я успешно справляюсь, но расти есть еще к чему. Считаю, что Лилия Ренатовна очень хороший педагог, всегда готова идти на сотрудничество и помочь коллегам. В настоящее время я занимаю должность старшего воспитателя и могу сказать, что Лилия Ренатовна успешно справляется с педагогической деятельностью, профессионально подходит к проведению занятий с детьми, участвует в мастер-классах, в педагогических советах, целеустремленная, активная, оперативно подходит к решению поставленных задач. Очень большую роль в моей жизни играют наставники. Я благодарна, что я работаю именно в этом детском саду, потому что начиная с заведующей, со старшего воспитателя, с коллектива, у нас очень поддерживающий коллектив. И когда ты идешь на какой-то конкурс или сталкиваешься с какой-то задачей, в первую очередь веру в себя дают именно коллеги. Да ты что, ты со всем справишься, у тебя же здорово получается. Лилия Ренатовна у нас работает с 2015 года, показала себя как ответственный, любящий свое дело профессионал, воспитатель с большой буквы. В 2020 году мы стали не просто участниками, но и победителями регионального, городского этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель». Это заслуга общая всей команды, потому что это кропотливая, интересная, такая многогранная работа. И в ней принимали участие все – и дети, и родители, и педагоги. Сейчас Лилия Ренатовна, он – это человек, который стремится к новым совершениям, постоянно развивается. И я думаю, что только знание детской психологии и любовь к своей профессии позволяют достигнуть таких результатов. Я горжусь тем, что в нашем коллективе есть такой педагог, и моя задача как руководителя – это развивать, мотивировать всех педагогов на такие достижения и свершения, чтобы создавать такие комфортные, психологически приятные условия для каждого ребенка. Ее помощь тоже понадобилась молодому специалисту, пришедшему работать в детский сад, и она с радостью ему помогла. Это очень хорошо, что в нашей жизни есть такие люди, про которых можно с гордостью сказать – это мой наставник. Говоря о том, была ли я когда-нибудь в роли наставника, у меня так складывалось, что смена воспитателей моя довольно часто менялась. И вот последние два года ко мне пришел молодой специалист Виктория Сергеевна, сразу после техникума, очень уверенный педагог, но без опыта совсем. И вот тут вот сыграла моя роль наставничества. Конечно, про это лучше она расскажет, но мне кажется, что поддержка сработала в другую сторону, когда я направляла, объясняла и рассказывала. Видя результат своей работы, эмоции детей, Лилия Ренатовна поняла, что ее профессия – самая лучшая и самая любимая. Дети дают мне невероятную энергию. Стоит пообщаться две минуты с ребенком, и ты заряжаешься как батарейка. Потом, когда ты видишь их достижения, их результаты, понимаешь, что ты работаешь не зря, что ты ночью вырезала пособие не зря, принесла сегодня, ребенок рад, счастлив, заинтересовался этой игрой. Я думаю, что это единственный стимул, который есть у меня – это дети. Я счастлива, безгранично, что я именно нашла свое русло, свое направление, что я приношу пользу, что дети рады со мной общаться, со мной заниматься, что есть какой-то результат моей деятельности. Я, безусловно, счастлива, что я педагог, и по-другому, думаю, не могло быть. Повезло ли Лилии с выбором профессии? Она с уверенностью отвечает – конечно, да. Если дети с удовольствием идут на занятия, значит, делает она все правильно. А еще Лилия Гатаулова знает, что ее воспитанники выберут разные дороги в жизни. Им обязательно пригодится красивая, грамотная речь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова